Договор о начале так называемого социалистического соревнования между Щелковским и Талсинским районами был подписан в 1967 году. Через год улицу Садовую, в строящемся микрорайоне Заречный, переименовали в Талсинскую. Это одна из самых оживленных и красивейших улиц города Щелково, названа в честь... ...очень необычные, потому что идти по улице, которая названа в честь, наверное, нашей улицы, нашего города, ну, очень такое взволнованное такие ощущения и очень все классно. Знаете, я почувствовал такую гордость, ну, такую гордость, что вот мы как будто по масштабам меньше город, и, ну, смогли так... Ну, наша дружба настолько близка, что здесь, в этом городе, по-моему, наше имя названо улицей. Так что эта гордость остается, ну, на все времена, да. Я тоже. Когда увидела вот эту табличку, что Талсинская, ну, так немножко мурашки. И очень-очень-очень приятно. К сожалению, далеко не все в Щелкове знают, почему так названа одна из центральных наших улиц. А латвийский побратим стоит того, чтобы познакомиться с ним поближе. Значит, едем в Латвию. Сначала, конечно, в столицу страны Ригу. Талсинский округ Талсинский округ расположен на севере Латвии в регионе Курземы. От столицы государства до Талси около двух часов езды на комфортабельном автобусе с центрального Рижского автовокзала. Железнодорожная ветка Рига-Венспилс проходит по территории Талсинского округа, но в стороне от его центра. А на автобусе ехать исключительно приятно. В окно можно разглядывать умиротворяющие латвийские пейзажи. Аккуратные домики, ухоженные поля, аисты, утки и разные другие птицы, леса без единого следа мусора. Часто можно встретить оригинальные элементы ландшафтного дизайна. А дороги в Латвии в большинстве своем очень хорошие, даже просто отличные. Само название Талси известно по документам с 13 века. До 1917 года город на немецкий манер назывался Тальсен, а страна тогда входила в состав Российской империи. Территория Талсинского края, затем уезда, а после 1949 года района много раз меняла свои границы и размеры, но центром муниципального образования всегда был город Талси. Кстати, правильно произносить название на самом деле не Талси, а Талсы, и на латышском оно склоняется. То есть, вернее было бы сказать, мы были в Талсах. Но в России допустимы оба варианта, и мы будем говорить по принятой традиции – Талси. Несколько лет назад в Латвии произошла муниципальная реформа, по которой бывший Талсинский район был разделен на четыре округа. Талсинский все равно остался крупнейшим из них. Сегодня самоуправление Талсинского округа – это четыре города и 14 властей, иначе говоря, сельских территорий. Города – Талси, Валдемар-Пилс, Стенда и Сабелы. Население административного центра – порядка 11 тысяч, а во всем Талсинском округе – около 34 тысяч жителей. Хоть и небольшой город, а здесь настолько ценят и уважают свою историю, что кажется, про каждый дом, каждое дерево, каждую тропинку найдется что рассказать. Мы же остановимся на основных отличительных особенностях Талси – его достопримечательностях и туристических объектах. Самое главное, что нужно знать туристу о Талси – это то, что город стоит на девяти холмах. В этом смысле его можно сравнить с Римом, только в Вечном городе холмов семь. Холм – гора, по-латышски Каунс – оттуда и все названия. Талси – один из самых живописных городов Латвии. В возвышенности и два озера прямо в городской черте создали его неповторимый облик. Кажется, что здесь нет прямых с точки зрения горизонта дорог. Ходить приходится постоянно то сверху вниз, то снизу вверх. Весь город можно объехать на автомобиле или велосипеде, но лучше обойти пешком. Так больше увидишь и узнаешь. Гостей города встречает Талсинский герб. Этот знак, как символ гостеприимства и дружбы, был установлен в 1936 году. Основной геральдический элемент – венок из 18 дубовых листьев в Золотом поле. Административный центр Талси – это Дума Талсинского округа. Главный орган власти состоит из 17 депутатов, представляющих различные партии Латвии. В 2013 году состоялись выборы, и председателем вновь стал Айварс Лацарус, уже занимавший этот пост в Думе позапрошлого созыва. Он сменил мейер Валдиса Кротовса. Экскурсию по городу начнем с центра, с главной городской площади. Здесь находится туристический информационный центр Талсинского округа. Откуда бы вы ни приехали, здесь найдете информацию, куда пойти и что посмотреть, на любом языке. Такие центры есть во всех городах стран Евросоюза, да и не только в них. А первая достопримечательность уже рядом – Талсинское солнышко, символ света, солнца и дня. Стилизованный старинный этнографический орнамент древнего народа Куршей на стене здания по улице Лила 25. Отсюда можно подняться по длинной-длинной лестнице на гору Кенинг-Канс. По преданию, здесь похоронен правитель древних Куршей, и люди из уважения к нему в своих шляпах и передниках несли землю и насыпали гору над его могилой. А сегодня отсюда открывается замечательный вид на город и озеро Талсу. Здесь становится понятно, что Талси – это действительно город холмов. У подножия холма стоит памятник Кокла Тайс, посвященный павшим борцам за свободу Латвии. Он изображает исполнителя на национальном музыкальном инструменте Кокла, похожем на гусли. На противоположном берегу озера, на высоте 32 метра, Талсинское городище – место, где с X по XIV века жили древние предки современных латышей – Ливы и Куршей. Они построили здесь поселение и назвали его Талусе, что означает «уединенный хутор». Талсинское городе В самом высоком из девяти талсинских холмов – Тигулькаунс, высота которого 105 метров, стоит построенный в конце XIX века городской дом барона фон Фиркса. Здесь расположен музей Талсинского округа. Нельзя быть в городе и не зайти сюда. Внимание заслуживает и само здание, построенное в стиле неоклассицизма. По обеим сторонам парадной лестницы стоят пушки XVII века. Здесь есть отделы истории, природы, художественных промыслов. Музей в Талсе является важным центром культуры и просвещения. Здесь проводятся выставки, разработаны образовательные программы для школьников. В распоряжении музея богатый запас предметов утвори и обихода, письменных и фотодокументов. В отделе искусства можно познакомиться с работами как местных художников, так и зарубежных гостей. Выставлялись здесь и художники из Щелкова. В отделе природы представлена флора и фауна Курзимского края. Экологии и чистоте природы в Латвии придают особое значение. Музей в Талсе У подножия исторического здания Клумба также изображающая символическое Талсинское солнышко. Здание музея окружает дендрологический парк, в котором около 300 видов деревьев и кустарников. Неподалеку у подножия холма Саулес-Калнс или Солнечного находится главная концертная площадка города Талси – эстрада под открытым небом. Построена она была на месте старого засыпанного пруда 60-е годы прошлого века. В 12-13 годах здесь кипела работа. Эстраду и амфитеатр полностью реконструировали. Теперь здесь в летний сезон вновь можно проводить городские праздники. В окрестностях музея можно познакомиться со старинной городской застройкой Талси. В Талси несколько культовых религиозных зданий. Доминантой старого города является Евангелическо-Лютеранская церковь на горе Базницканц. Это старейшее каменное здание в городе, построенное в 1567 году. Считается, что шар на церковной башне напоминает о распространенности христианства во всем мире, а петух призывает сохранять бдительность и чистую совесть. В I-III XIX века в церкви служил священником Карл Фердинанд Аменда, друг юности знаменитого композитора Людвига ван Бетховена. До возведения лютеранской церкви на горе Базницканц было место совершения культовых обрядов. От церкви по крутой лестнице можно спуститься на улицу Лиила, большую, которая соединяет старую и новую части города. Талсинская римско-католическая церковь. В конце XIX века местная помещица подарила католическому приходу землю и два здания красного кирпича. В конце XX века провели реконструкцию церкви. К ней были пристроены две капеллы, а в 2005 году колокольня, на которой звучат три колокола – вера, надежда и любовь. В городе также есть Баптистская церковь, даже улица, на которой она стоит, называется Баптистской. И есть церковь адвентистов седьмого дня. До 1941 года была в Талси и синагога. Сегодня о ней напоминает только табличка на стене. Гуляя по Талси, вы обязательно придете на берег второго Талсинского озера. Оно называется Вилк-Мужес, так же, как и холм на восточном его берегу. Происхождение названия возможно от слова «оборотень» – образа ливской мифологии. Озеро является археологическим памятником, потому что на дне его экспедиции находили немало старинных предметов куршей. А все потому, что это место древних культовых трупосожжений XI-XIV веков. И действительно, жутковато здесь, особенно вечером. В южном конце озера Вилк-Мужес стоит гора Дзирновканс – Мельничная. Название получила от ветряной мельницы, которая здесь работала до 20-х годов прошлого века. К востоку от озера расположен район частной жилой застройки. Эти дома были построены в середине 20-го века. Одна из улочек, между прочим, до сих пор носит название «Пионерская». Побродить по этим кварталам не менее интересно, чем по старому городу. Хотя бы для того, чтобы увидеть и удивиться, что вокруг многих домов нет совершенно никаких заборов. В лучшем случае – живая изгородь из аккуратно подстриженного кустарника или штакетник высотой до пояса. Согласитесь, в России такое трудно себе представить. Западный берег озера Вилкмужас – это гора Крифракканс. Своё название получила от восточного православного храма и принадлежащих его приходу земель. В 1972 году церковь была уничтожена. Сегодня здесь расположены уже известное нам здание Талсинской думы, а также христианская средняя школа, дом спорта, детская игровая площадка и гостеприимная гостиница «Талси». Что еще может заинтересовать туристов в Талси? На холме Лечу, на улице Бривибас, Свободы, стоит памятник участникам революции 1905-1907 года. На одном из городских кладбищ находится захоронение воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. «Вечная слава героям, павшим за советскую родину», написано на обелиске. Сюда всегда заходят гости из России. Одна из самых старых талсинских улочек – улица Воды. Если присмотреться, в камнях мостовой можно разглядеть жёлоб. Здесь когда-то проходил водоток. В субботу можно сходить за покупками на Талсинский рынок. Фермеры привозят сюда свою очень вкусную и экологически чистую продукцию. Кстати, о сельском хозяйстве. Оно является одной из основ экономики всей Латвии и Талсинского округа в частности. Пожалуй, наиболее известное предприятие перерабатывающей промышленности – это Талсу Пиенс Аймникс – талсинский молочный завод, выпускающий знаменитый на всю Латвию сыр Талсу Ритулис. Он считается одной из визитных карточек страны. Очень высоко ценятся по всей Латвии и другие молочные продукты из Талси, особенно кефир. В округе также занимаются заготовкой древесины и деревообработкой, добычей полезных ископаемых, песка, гравия, торфа. Здравоохранение и социальную сферу в Талсинском округе представляют городская больница, частные клиники, практикующие семейные доктора, социальные центры и дома для престарелых. Из отрасли образования ближе всего удалось познакомиться с детским садиком, который называется «Каштанчик». Это один из 16 садов в Талсинском округе, но он особенный. Здесь воспитываются детки с проблемами здоровья. Талсинский округ Городость в Талси – это Талсинская государственная гимназия и вторая средняя и начальная школа. Немало в округе специализированных учреждений творческих и спортивных. Вообще никаких проблем для занятий спортом на очень хорошем уровне здесь не возникает ни у детей, ни у взрослых. На территории округа более 20 спортивных центров и стадионов. Больше всего популярны баскетбол, волейбол, хоккей, флорбол, велоспорт и керлинг. Гордость Талси – спортивный зал Талсинской второй школы. Он был построен в 2008 году и получил приз архитектуры Латвии как лучший проект в категории новостройки «Публичные здания». Новый спортивный зал пристроен и к зданию гимназии. Ледовый холл хоккейного клуба Талси. Здесь учат играть в хоккей и заниматься фигурным катанием. Работает спорткомплекс в сезон, с осени до весны, на лето закрывается. Хоть и старенький спорткомплекс, но здесь воспитано немало латвийских профессиональных хоккеистов. В частности, известный игрок рижского «Динамо» и сборной Латвии Гунтис Галвенш. В 2012-13 годах прошла реконструкция Талсинской детской музыкальной школы. Фактически старое здание было разобрано до фундамента и на его месте построено новое. Дети на время работ занятий не прекращали, их разместили в других учреждениях поблизости. Вообще, если говорить о ремонтах, то очень масштабные работы прошли в дорожной сфере. В 2012 году Талсинский округ получил субсидию по линии Евросоюза на ремонт дорог. Местные жители почему-то стеснялись приглашать гостей в этот период. Дескать, грязно, некрасиво, ходить надо в обход. А нам, россиянам, только смотреть и учиться, и завидовать. Потому что дороги в Талсе делали так. Брали улицу, полностью снимали все старое дорожное покрытие до самого грунта и выкладывали все заново. Медиапространство Талсинского округа представлено местной газетой, а также телевидением. Посмотреть его программы можно на сайте в сети интернет. Если после прогулки по городу Талсе все еще испытываете недостаток романтики, садитесь в машину и поезжайте по окрестностям. Смотреть природные достопримечательности. По площади территория Талсинского округа 1763 квадратных километра. Храмы и усадьбы, речушки и озера, сосновые леса, богатые грибами и ягодами, природные тропы. Обо всем этом расскажут путеводители. Куда хотите, туда и езжайте. А латвийские дороги – просто мечта российского автомобилиста. Они даже в провинции содержатся в хорошем состоянии. А автомобили здесь встретишь очень нечасто. По дороге в городок Сабелы можно подняться на смотровую площадку, откуда открывается великолепный панорамный обзор. А вот и сам городок Сабелы. Смотрите-ка, Талсу-Ила, улица Талсинская. Она есть во многих населенных пунктах Латвии и особенно региона Курзами. Все-таки Талси не последний город в стране. Но главный символ этих мест не она, а виноградник. Сабелский виноградник известен с 14 века. Гроздь винограда изображена даже на гербе города. Виноградник занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая северная посадка винограда в открытом грунте. Высота его 34 метра над уровнем моря и над городом. В своем нынешнем виде виноградные террасы восстановлены уже в 20-м столетии. Один из сортов также занесен в Книгу Гиннеса, как самый древний в мире. Всего на площади в полтора гектара растет около 15 сортов винограда, около 650 растений. С высоты виноградной горы открывается прекрасный вид на долину реки Абовы и красные крыши Сабела. В последние выходные июля в Сабелы проходит праздник вина, собирающий сотни туристов и гостей. Только во время этого праздника можно продегустировать оригинальное сабелское вино. Фестиваль в 2011 году был номинирован на премию Курзимской туристической ассоциации как одно из самых ярких событий в крае. Это я первый раз делаю, это для меня тоже эксклюзив, кстати. Надо же когда-то раз в жизни, да, хотя бы запереть горы. О, все, закрыто. Кличики того вот эти. От горы. От винной горы. Еще одна достопримечательность Сабелы – сад кукол. Около 200 фигурок сделаны вручную из соломы и наряжены полицейскими, спортсменами, почтальонами, музыкантами. Это место пользуется огромной популярностью у туристов. Но местным жителям, кстати, нравится не всем. Городок Стэнде. Здесь тоже был сделан капитальный ремонт дорог. А еще довелось засвидетельствовать интересные и по местным меркам очень значимые события. Здесь в сентябре 2012 года появилась достопримечательность – открытая концертная эстрада. Точно такая же была построена в эстонском городе Вохма или Выхма. Два этих города-побратима стали участниками так называемого проекта «Подключение», «Стенда» и «Выхма». Это программа Европейского фонда регионального развития, направленная на укрепление культурных связей между странами Евросоюза. В течение полутора лет друг к другу в гости ездили творческие коллективы, мастера прикладного искусства, давали концерты, организовывали выставки, проводили мастер-классы. А кульминацией этого яркого продолжительного культурного фестиваля стало строительство двух концертных площадок на 300 зрительских мест. В финале проекта в стенды прошел большой праздник с участием музыкантов, танцоров и певцов из Талсонского края и Выхма. По такому случаю латыши и эстонцы даже разучили и вместе исполнили национальные танцы друг друга. Кстати, важным объединяющим фактором для обоих народов вновь оказался язык Пушкина и Толстого. А местные жители долго благодарили строителей за хорошую работу. И мы очень рады, что этот длинный проект наконец-то будет окончен. Конечно, мы немного грустные, что это все красивое время кончается, но будем надеяться, что эти контакты, которые мы простили во время этого проекта, будут продолжаться. КОНЕЦ 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 Вот такой он дружественный Щелковскому району Талсинский округ. Уютный, гостеприимный, романтичный. И, кстати, поехать сюда можно не только за богатой пищей для ума и для глаз. Здесь, в латвийской глубинке, вдали от столичной суеты, можно запросто отрешиться от всех забот и проблем. Фактически после шести часов вечера улицы совершенно пустеют. Редко-редко тишину нарушают звук шагов случайного прохожего или шум автомобильного мотора. Сначала может показаться, что это скучно. Но вскоре понимаешь, насколько иногда бывает необходимо пожить такой жизнью. И самая отчетливая мысль перед отъездом из Талси в Ригу – будем скучать. Улица Талсинская в Щелкове развивается, застраивается новыми многоэтажными домами. Новые жители получают адреса на Талсинской в своих паспортах. И теперь они знают, что есть такой маленький уголок Европы, где нашу улицу тоже очень любят. Субтитры создавал DimaTorzok